Кадровые перестановки в грузинском правительстве. Премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кабахидзе, вероятно, поменяются должностями. Такое решение может быть принято уже сегодня на съезде партии. Ранее Гарибашвили подтвердил свою отставку с должности премьер-министра. Кроме того, журналисты Мтавари озвучили и версию о том, что председателем правящей партии может стать Ута Иванишвили. Это старший сын миллиардера и почетного председателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Перестановки могут затронуть и другие ведомства, среди которых МИД, Минздрав и Минюст. Напомню, после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012-го Ираклия Гарибашвили занимал должность главы МВД. В 2013-2015 годах он впервые возглавил грузинское правительство, уходил из поста и снова возвращался уже в 2021-м. Ираклий Кабахидзе был спикером парламента Грузии в 2019-м. После массовых протестов в Тбилиси он покинул пост. А в январе 2021-го его назначили председателем правящей партии. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября этого года. Ну вот об этих перетрубациях говорим далее. С нами на связи Гела Васадзе, полицолог, автор ютуб-канала «Новости Кавказа», грузинского центра стратегического анализа GSAC. Приветствуем вас, Гела, в эфире телеканала «Фридом». Доброе утро. Доброе утро. Слава Украине. Героям Слава Гела, ну тут простой вопрос, он как бы на поверхности пребывает. А вот что это за такие перестановочки или не перестановочки? Для чего это они проворачивают эту историю с переназначением или с переизбиранием? Вот для чего это все? Нет, ну это переформатирование, это смена кабинета министров перед выборами, это возвращение Безина Иванишвили в полупубличную политику. Ну мы, наши зрители наверняка уже знают, потому что смотрят телеканал «Фридом», и не только телеканал «Фридом», прекрасно знают, что политическую систему в Грузии, прекрасно знают, что во всех странах в парламентской республике следующая картина, то есть проводятся выборы, лидер парламентской партии, тех, кто победил в парламенте, значит, партии, становится премьер-министром. В Грузии не так. Лидер становится никем и управляет из тени. Но когда нужно, он выходит из тени. Почему ему нужно сейчас было выйти из тени? Потому что сложилась турбулентная ситуация, потому что на Западе им недовольны, на Востоке тоже, на Севере тоже, то есть им все недовольны. Он понимает прекрасно, что его ближайшее окружение могут использовать для того, чтобы лишить его властин, как хулиганы зрения лишают, вы же понимаете. И поэтому, в общем-то, он поставил на место уже достаточно так заматеревшего, зажиревшего Ираклия Гарибашвили, другого Ираклия Кубахидзак, у которого нет таких связей, возможностей, денег, который менее опасен. Ну и кроме всего прочего, сменят министров, например, говорят, еще раз говорю, говорят, что на пост министра обороны назначат, ну, человека, который более связан с Соединенными Штатами, успокоят немножко коллективный Запад, немножко попросят повременить неколлективный Север, индивидуальный Север. Кстати, Кубахидзе Гарибашвили был достаточно тесно связан с Китаем, Кубахидзе таких связей не имеет, но до этого он связал в Китай, то есть, как бы, показался, видимо, для того, чтобы успокоить и китайских товарищей. Безиновый Ираклия сидит не на двух, он сидит на трех стульях, и это называется политика баланса, он постоянно балансирует. Ну, для того, чтобы сохранить власть, оно и понятно. — Ева, ну, смотрите, если мы говорим, вот мы описали то, что происходит, а что это им дает, да, вот правящему классу, правящей элите вот этой партии, что это им дает на практике? Просто свои люди там или как, они пытаются как-то вот задобрить грузинский электорат перед выборами, да, вот таким образом, да, что именно это правительство проведет какие-то, ну, не реформы, да, а примет решение, необходимое для того, чтобы заболочить то требуемое необходимое количество голосов. — Ну, что это им дает? Им это Безиньев Иванишвили, его ближайшему окружению, но, в общем-то, опять-таки Безиньев Иванишвили. — Ну, да, да. — Ну, во-первых, это Безиньев Иванишвили дает еще большее бабло. Во-вторых, бабло, в-третьих, бабло, ну, и само собой сохранение власти. Больше ничего. Зачем задобрять грузинский электорат? Там другая система действует, там действует система, значит, социальных выплат, значит, бюджетники и так далее и тому подобное. Там другое. Сейчас речь идет о том, о переформодировании внутри власти, чтобы внутри власти ничто не угрожало правлению Иванишвили. Снаружи они разберутся, потому что снаружи действительно у нас с оппозицией обнять и плакать. Ну, в общем-то, пока я не вижу, чтобы оппозиция представляла большую угрозу для Иванишвили, хотя есть недовольство в обществе. Но вопрос в том, что нет альтернативы. У меня альтернатива есть, она в тюрьме сидит. Гелла Александрович, хочу вас спросить. Вы знаете, вот немножечко собрало мнение, что говорили аналитики. Вот звучит слово «неожиданная отставка Ираклия Гарибашвили». Это первый короткий от меня вопрос. Неожиданная она все-таки? Либо же и были все-таки прогнозы, о которых действительно, возможно, они как-то выпали и из международного контекста, потому что очень много событий происходит, и не всегда успевают журналисты и мониторить определенный контекст происходящего в той или иной стране. Все-таки неожиданные эти процессы, связанные с Гарибашвили сейчас? И вот для грузин в частности? Ну, грузины бывают разными. Что касается неожиданности, конечно же, она неожиданная. Тот, кто хоть, ну, немного интересуется механизмами, технологиями сохранения власти и вообще власть, как оно работает, кроме всего прочего, тот, кто знает натуру и природу Иванишвили, как хозяина Грузии, в общем-то, правителя, те прекрасно понимали, что это возможно, это неизбежно, но это возможно. Так что ничего неожиданного, для меня не было неожиданного. Не скажу, что оно было ожидаемое, вот я прямо ждал, вот сейчас вот, через два дня Гарибашвили уйдет в отставку, но и неожиданности никакой не было. Гелый Александрович, я почему спросил, вот ресурс Кавказузел. Тоже, да, общаясь с аналитиками, все-таки связывают частично, я не знаю, насколько это так, хотелось бы от вас услышать, все-таки отставку Гарибашвили, они говорят о предшествующих этому процессу, журналистских расследованиях, о его дорогостоящих приобретениях. Очень много там и приобретения, и скандал в связи с рейсом правительственного самолета, которым отправлялся провожать сына в университете Соединенных Штатов Америки. Потом приобретение леса, огромное количество и так далее, и так далее, с планами построить дом. Что там еще в этом расследовании? Ну, то есть коррупционные сделки с участием Гарибашвили и так далее. Ну, на самом деле, представитель неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия» Александр Кефхишвили, он как раз тоже говорит о том, что это могло стать одним из аспектов, которые повлияли на такое решение. Знаете, я вам скажу откровенно, я давно слежу за всем этим катаклизмом, во всех странах, кстати, особенно по Савкобах. Что такое коррупция? Коррупция – это способ держать за голову тех политиков, которые тебе подчинены. Ну, или за голову, или за ухо, как хотите. Просто сразу же не нашел слова, за что держать. Вот. Поэтому, вот об этих самых приобретениях, о том, что перечислено, первым знал, гораздо раньше журналистов и нас, и вас всех, первым знал Бедзина Иванишвили. Первому ему доложили. И, конечно же, Гарибашвили не мог не знать, что Иванишвили не знает об этом. Почему власть придержащие допускают даже иногда, чтобы не только у государства, у страны воровали, но и у них? Для того, чтобы в нужный момент сжать и выбросить. Ты помнишь, ты тогда вот это сделал? Я ведь тебя могу сейчас в тюрьму отправить. Плох тот премьер, над которым не висит уголовная сатья. И это не только про Грузию, это про все страны. Ну, по крайней мере, наших палестин. На Западе чуть получше. Ну, именно чуть. Но смотрите, Гела, вот есть еще такое мнение, которое с вами также хотелось бы обсудить. Масштабное переформатирование в правительстве накануне парламентских выборов связано с возвращением в политику основателя партии «Грузинская мечта» и бывшего премьер-министра страны Бедзина Иванишвили, утверждает аналитики. Но эту историю, да, вот эту сторону мы с вами уже обсудили. Но по мнению, да, экспертов возрос риск, что новый премьер-министр может усилить разворот Грузии в сторону России и не даст ей пойти по европейскому пути, даже несмотря на полученный статус страны-кандидата в члены Европейского Союза. Также политологи предполагают, что может измениться и позиция страны относительно Украины. Да, ранее Грузия принимала украинских беженцев, оказывал Украине гуманитарную помощь. Ну а сам премьер-министр Гарибашвили, хотя и придерживался так называемой партийной линии, но пытался все-таки держать определенный баланс, приобщался к работе форума Крымской платформы, Рамштайна. А Ираклика Бахидзе, у которого самые высокие шансы стать новым премьером, многие называют пророссийским ястребом внутри вот этой грузинской мечты. Ну, смотрите, скажем так, Гела, объясните свою улыбку, я тогда так задам вопрос. Или смех, или улыбку. Хитренький. Молодец. Не, ну просто интересно, да? Прошу. Вы понимаете, в чем дело? Ну вас понимаете, Ираклика Бахидзе и Ираклия Гарибашвили, как самостаренных политиков, которые принимают какие-то стратегические решения, которые лишают более пророссийской будет политика, более проукраинской, более прозападной, менее прозападной. Ну вот я не мог уже не улыбнуться. Не мог. У Спока ребенок это эхо. Так вот, в данном случае политики это даже не ребенок Спока, это пейджер. Поэтому, ну о чем вы говорите? О какой смене, не смене? Смена политики может произойти только в голове Бензина Иванишвили. Все остальные исполнители. Так. На низовом уровне там какие-то мелкие вещи, они будут делать, конечно же, ну, сейчас не все, но стратегически важное решение, о которых вы говорите, ну что вы. И вся политика подчинена тому, чтобы была сохранена власть. Поэтому сейчас, в данный момент, говорить о том, что будет более, Грузия будет менее прозападной и так далее, есть конкретная схема, по которой они идут. Политически, ребята, мы с Западом. Политически мы с Западом, ребята. Вот. Есть решение, которое мы не поддержали по Украине. Тоже. Нету. Не существует. Не найдете. Есть решение, которое мы там против Евросоюза, там или что. Нету. Не найдете. Но дайте нам делать бабло с русскими. Ну дайте. Где-то их начинают ограничать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как? Например, шли очень серьезно. У нас всплеск пошел. Торговый оборудование, с кем бы выдумали, США. С чего бы это? Да подержанные американские машины балом повалили в Грузию, а оттуда в Россию. Ну и десятилетние и так далее и тому подобное. Ну потому что вообще всегда через Грузию, это вообще страна реэкспорта машин, но Россия стала одним из главных рынков. Ну американы сказали, так все, ребята, вы достаточно продали наших автомобилей, все, прекращаем. Ну хорошо, ребята, все, все, прекращаем. Раз запрет на это. То есть, вы понимаете, в чем дело? Цель другая. Цель сохранить власть действительно. И сбалансировать ее. А Кубахидзе это будет выполнять или Гарри Башуль и для нас с вами все равно. Для Иванишвили не все равно. Гела, смотрите, если мы говорим о том, что в публичную политику возвращается Бензин и Иванишвили, ну вот и вы сказали о определенном таком балансе, да, между Россией, да, вот там бабло, а тут политическим и с Европейским Союзом. Ну как вот на этом фоне будет развиваться европейский трек для официального Тбилиси? А никак. То есть, с формальной точки зрения будут говорить, ну каким образом наши власти ухитрились выполнить три из двенадцати пунктов, когда я не видел ни одного пункта выполненного. Я не знаю, но как-то же выполнили. Для того, чтобы, ну как-то же сказали, что вот Грузия выполнила три из двенадцати пунктов. Более того, сейчас девять пунктов у нас для того, чтобы там с Евросоюзом начать переговоры, сейчас у нас девять пунктов. Как эти три пункта выполнили, у всех спрашиваю, никто не знает. Но, тем не менее, выполнили. То есть, ну это такая вот игра. На самом деле, ну европейцы поставили флаг. Вот здесь есть наши интересы. Пока, в общем-то, смотрите, пока вот все абсолютно, по крайней мере, страны Южного Кавказа, ну не только Южного Кавказа, в режиме ожидания. В каком состоянии Россия выйдет из войны, из Украины. Оторвет медведю лапу? Истечет медведь кровью? Или же он все-таки вырвется? Ну, поцарапаны, подраны, но все-таки вырвется. И справится в биологии, начнет накапливать силы. Ну, заодно рыча на соседей. Вот главный вопрос сегодняшней политики, по крайней мере, центральной Евразии. А уж что там в мире, какие процессы будут происходить. Мы можем об этом поговорить, но это уже другая тема. Ну, смотрите, Гелл Александрович, вот если мы говорим о позиции не только Белиссии, но и самого Брюсселя и Европейского Союза, получается, что и сам Брюссель будет лавировать в этой истории? Да, вот авансом предоставлять определенные, ну я извиняюсь за это слово, но просто как, вот плюшки или как? Да, вот, понимая, что, понимая, ну хотя бы на политическом уровне, да, статус кандидата, давайте работать, мы не отказываемся, наш интерес присутствует, да, давайте вот таким образом балансировать интересы Российской Федерации, потому что там есть и наш интерес тоже. А вот это не плюшка, я вот не согласен с вами, что это плюшка, ну какая это плюшка, это механизм, это определенный механизм давления, воздействия, коммуникации и так далее. Что такое статус кандидата или там вот начало переговоров и так далее, неужели вы думаете, что это вот такая радость нечаянная? Нет, это действительно возможность, для власти это возможность сказать, дорогой избиратель, смотри, ты хочешь в Европу, я сделал все, чтобы ты был в Европе, для Европейского Союза это возможность, в свою очередь, сказать, что, ребят, мы вот работаем, мы расширяемся, мы не стоим на месте, да, процессы изменяются, но на Южном Кавказе у нас есть страна-кандидат, мы можем воздействовать на другие страны через нее. Вот примерно вот такая картина у нас, масло. Субтитры создавал DimaTorzok